Здравствуйте! В эфире Вести Чукотка. В студии работает Владимир Сироткин. Я и мои коллеги в ближайшее время расскажем о главных событиях в округе. Транспортная группа Феско продолжит осуществлять поставки продовольствия на Чукотку. Информация о расторжении соответствующих контрактов не является достоверной, сообщила пресс-служба компании. Вопрос оказался на повестке дня после появления в интернете информации об отказе перевозчика отправлять сюда на Чукотку. В понедельник 23 августа Куржная прокуратура заявила о проверке сведений по факту расторжения компании Феско контрактов на поставку продовольствия в преддверии зимнего сезона. Все данные о проводимых мероприятиях по обеспечению территории региона жизненно важными товарами у Департамента сельского хозяйства и Департамента промышленной политики затребовал прокурор округа Константин Прохоров. Феско уточнили, что сообщения между Владивостоком и портами Чукотского автономного округа осуществляется по графику в рамках работы линии Феско-Анадр Директ Лайн. В 2021 году на линии работает универсальный сухогруз Феско-Пионер. С начала летней навигации судно совершило уже два рейса на Чукотку. Ситуация с северным завозом находится на контроле у губернатора Романа Копина и у руководителей профильных департаментов. Перед началом навигации у нас планировалось со стороны ФСК пять судозаходов. Два они сделали. Сейчас вот у нас второе судно, которое здесь было у нас со сломанным двигателем, ушло в Владивосток на ремонт. 28-го, где-то 29-го числа компания подтверждает, что выйдет третье судно суда к нам. Будем, конечно, пытаться по максимуму все загрузить, забрать. И сегодня в разговоре с руководителем представительства Чукотского автономного округа в Владивостоке они сегодня подтвердили о том, что четвертый рейс они тоже выполнят. Пятый рейс здесь вот объективно становится под вопрос, почему? Потому что там у нас уже пойдет ухудшение ледовой обстановки. То есть можем получить ту картину, которая у нас была в прошлом году, когда судно здесь за люмкой постояло, не смогло зайти к нам в акваторию нашего Надорского лимана. Со своей стороны мы, конечно, не допустим того, чтобы произошло самое страшное. На сегодняшний момент компания прекрасно понимает о том, что существует такое понятие как северный завоз и те продукты, которые у нас сконцентрированы во Владивостоке, которые еще по железным путям подходят туда, это продукты первой необходимости и, вернее, товары первой необходимости в основном это зачастую продукты питания.